Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и мы с вами продолжаем наш разговор о работах в саду. Август – это время созревания ранних сортов груш. Недаром груша ценится по вкусу иногда даже выше, чем яблоко. Но тем не менее проблем у нее в это время возникает не меньше, если не сказать больше. И, пожалуй, самой большой проблемой являются гнилушки. Многие из наших садоводов спрашивают, что делать? Вот только что висела красавица-груша, налитая соком, но снимаешь она внутри гнилая, или падает и разбивается вдребезги, обнажая свою гнилую сердцевину. В чем же причина? Основная причина такого явления не одна, их несколько. И первая из них – это старинные сорта, старые сорта, середины 20 века, для которых просто физиологически характерно при созревании, перезревании особенно, быстрое разложение мякоти с побурением, вот то, что мы называем гнилушками. Здесь, к сожалению, помочь нечем, только заменить со временем дерево более современным сортом, которому эти хвори не рядом. Вторая причина – это питание. Дело в том, что при нехватке определенных микроэлементов, в частности кальция, у груши наиболее активно развивается разложение мякоти, именно побурение. Но начинать кормежку в таком случае нужно с самого раннего детства, так сказать, плодов, с завязи. В таком случае они будут иметь достаточный объем кальция у себя, чтобы предотвратить разложение, побурение мякоти, чтобы плоды были здоровыми. И, наконец, третий блок проблем, который приводит к загниванию груш, к их разложению, это, конечно, различные вредители и болезни. И тут они идут рука об руку друг с другом. Там, где есть плодожорка, там есть и плодовая гниль. Там, где есть пилильщик, плодовая гниль тут как тут. И, конечно же, парша. Все мы знаем, что парша – это самое опасное заболевание и для яблони, и для груши. Оно вредит и листьям, и веткам, и завязи, и, конечно, плодам. А на зрелых плодах парша приводит к тому, что по местам ее возникновения наиболее охотно поселяется плодовая гниль. И вот здесь-то как раз мы можем еще побороться за наш урожай. Так что сделать, чтобы наши груши не портились? Чтобы спасти их от плодовой гнили и различных плодожорок. Во-первых, поскольку они идут всегда вместе, значит и защиту мы должны проводить вместе одновременно от болезней и от вредителей. Ставя на первое место, конечно, вредителя, потому что он открывает ворота для инфекции. Но груши же ведь зреют. И в таком случае нам здесь на помощь придут только биопрепараты. Такие как, во-первых, лепидоцит и битоксибацилин, которые абсолютно безвредны для окружающей среды и действуют целевым образом. Только на вредные организмы, на плодожорку. Второй момент. Это продукты биологического синтеза. Это фитоверм, авертин, аверсектин и так далее. Они помогут вам расправиться не только с плодожорками, но и с тлей, которые в это время, кстати, тоже бушуют, почувствовав волю, на наших деревьях. И, наконец, мы можем разобраться с плодожоркой, но если у нас уже есть какие-то повреждения, если уже плодовая гниль появилась на деревьях, то без фитоспорина нам не обойтись. Фитоспорин, как универсальный биологический препарат для защиты от болезней, помогает справиться и с этой напастью. Кроме того, можно использовать экосат, аллерин-Б, фрутин и другие биопрепараты, зарегистрированные именно для борьбы с различными плодовыми гнилями. Только следует помнить, что применять их нужно еженедельно. Только тогда вы убережете свой урожай от этой неприятности. Нужно сказать, что плодовая гниль в отдельные годы может уничтожить 90, а то и 100% урожая. Поэтому лучше предупредить, нежели потом собирать вот такие вот некрасивые плоды. Кстати, эти же обработки очень важно провести и на сортах груши осеннего и позднего, то есть зимнего срока созревания. Ведь это то, на что мы рассчитываем в холодные зимние месяцы. Что же мы можем использовать здесь? Во-первых, те же самые биопрепараты, особенно если вы приверженец биологического способа защиты. На поздних сортах следует обратить внимание на химические средства защиты от болезней и вредителей. Ведь там срок ожидания позволяет их применить безопасно и для себя, и для урожая. Это могут быть такие препараты от насекомых, как Актора, Децис, Фуфанон. А если мы берем от болезней, это может быть Луна Транквилити, Скор, Раёк, Топаз. Вместе в баковой смеси они помогут вам сдержать развитие опасных заболеваний. Но поверьте, груша в это время важна не только защита. Очень важно, чтобы ваша груша в это время получила хорошую поддержку питания. В первую очередь растениям сейчас жизненно необходим калий и фосфор. Они должны окончить свой рост, они должны в побеге одревеснеть и заложить хорошую зрелую верхушечную почку. Тем более, что эти элементы очень важны для того, чтобы сформировались и правильно развились цветочные почки, где прячется наш будущий урожай. Поэтому сейчас самое время провести подкормку груши по листу препаратами, растворимыми именно, удобрениями, с повышенным содержанием калия и фосфора и незначительным содержанием азота. Например, кристаллоном красным, а чуть позже можно взять кристаллон коричневый. Более того, обработка калием, в первую очередь фосфором, помогает растению даже повысить устойчивость к болезням, то есть сделать их более здоровыми, более крепкими, более качественными. А подкормка калием, в частности, очень хорошо сказывается и на вкусе нашего урожая. Кроме того, маленький нюанс. От того, какие микроэлементы входят в состав удобрения, зависит их устойчивость, устойчивость наших груш и к болезням. Обратите внимание на кальций. Даже сейчас на сортах среднего и позднего срока созревания груши еще не поздно применить подкормку кальцием. Это сделает кожицу плода более прочной и более устойчивой к повреждению и болезнями, и различными плодожорками, и пилильщиками. Ну и, конечно, это главная беда груши – осы. Здесь вам помогут только отвлекающие ловушки с забродившим вареньем, куда добавлено немножко инсектицида, например, акторы, либо карате. Осы, попробовав такого угощения, быстро погибнут, а если они еще успеют накормить при этом свое потомство, то погибнет все гнездо, и ваши груши останутся целыми. Если же ваши груши произрастают в местности засушливой, обратите внимание на хороший, обильный полив своих деревьев. Если этого не будет, то плоды вырастут небольшими, суховатыми, и будут склонны к растрескиванию мякоти. Поэтому один-два раза до конца сезона проведите очень хороший полив ваших деревьев. На большое дерево, вот как это, вам понадобится порядка 200 литров. Вносить эту воду, поливать, нужно будет несколько приемов, предварительно подготовив почву, как мы рассказывали в одном из наших сюжетов. Почва должна быть промочена на глубину не менее 20-25 сантиметров. Только тогда вода попадет именно корням растений, и они пополнят свои запасы влаги, а также обеспечат вас хорошим, сочным именно урожаем сладких ароматных груш. Еще два заболевания у груши, которые наносят ей очень серьезный ущерб. И проявляется это чаще всего именно сейчас, в августе месяце. Помимо парши, наши груши страдают от бактериального рака. У него очень специфические характерные симптомы. Во-первых, это почернение листьев. Начинается обычно с кромки и верхушки листа, и постепенно распространяясь на всю пластинку, оно вызывает ее отмирание листа. В дальнейшем засыхает весь молодой, недревесневший побег. Он изгибается характерным образом, как крючок, как пастуший посох. Так симптом и называется, симптом пастушьего посоха. В отличие от опасного карантинного заболевания бактериальный ожог, при бактериальном раке никакого выделения сока из пораженных отмирающих побегов не происходит. Пожалуйста, не путайте это. Это два разных заболевания. Бактериальный рак широко распространен и довольно-таки вредоносен. И если вы обнаружили на своей груши такие симптомы, что можно сделать именно сейчас? Во-первых, это препараты меди. Весь их широкий спектр. Это в первую очередь для тех сортов, которые созревают осенью и зимой. Либо, если вы видите, что болезнь разбушевалась очень сильно, пятен, черных пятен на листьях очень много, побеги увядают и чернеют. Если же распространение болезни незначительное, вам поможет такой хороший препарат, как фитоловин. Он зарекомендовал себя как лучшее, биологическое, безопасное средство для борьбы именно с бактериозами. Фитоловин можно и нужно применять на деревьях буквально каждую неделю, чтобы бактерии, которые его составляют, не смывались так быстро и успевали подействовать против возбудителя. Еще одним опасным заболеванием, которое доставляет массу неприятностей нашим садоводам, является ржавчина. Если вы упустили момент обработать ваши груши весной и в начале лета и обнаружили на листьях характерные рыжие пятна, еще можно остановить развитие болезни, не дав ей погубить листву полностью. Что можно сделать? Во-первых, здесь, к сожалению, без обработок химическими препаратами не обойтись. В первую очередь, это такие препараты, как Скор, Онжарайок, Тапаз, Тапсин-М. Мы обрабатываем наши растения по листу. Это поможет остановить развитие гриба и не даст ему обсемениться, рассеяв споры, которыми он заражает основного хозяина, можжевельника. Процветания вам и вашему саду! С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин